Вот сейчас мы приехали на улицу Летчиков. Вот тут, видим, попадания небольшие были. Хотя здесь попадания и были в окна, и в дом. Одно сюда это радует, что дом не разбит. И вот мы приехали к маме, у которой трое замечательных деток. Один мальчик сейчас не присутствует, он отлучился. И вот мы привезли продукты им. Мы привезли продукты, чтобы им хватило на несколько дней, а может и неделю, не выходить отсюда. Почему? Потому что выйти отсюда это тоже большой подвиг. Потому что буквально 300-400 метров проходит линия фронта, и там уже начинается маринка. И сегодня благодаря замечательной группе из Швейцарии и Солидарии, благодаря движению ихнему, благодаря руководителю Янефера Чене и многим другим руководителям из Швейцарии, мы привезли им эти продукты. Скажите, а стреляют у вас сильно? А вы боитесь? Да. Страшно тебе? Не сильно. Уже не сильно? Привыкли просто. Привыкли. А вот этот маленький ребеночек, он боится, когда стреляет? Да, понимает. Говорит, бах, мама, бах. Ну, она, наверное, не знает, что такое тихие вечера. Она еще была маленькая, когда мы в погребе сидели, когда только все начиналось. Ей сколько? Два и три. Ну, то есть она ровесница войны? Да, да. Ребенок войны. Она просто не понимает, что такое может быть вечерами тихо и спокойно? Не, она слышит, даже вот в доме, когда вечера начинают стрелять, она говорит, мама, бах. А вот хребное перемирие, которое сейчас многие обсуждают и говорят о нем, вы здесь его ощущаете? Нет, конечно. Разве это перемирие? Только вчера сказали перемирие, а завтра уже начинают стрелять. Все обрадовались, с детьми вышли, люди начали по улицам ходить, с детьми, с колясками. Тут только это, и уже ночью опять начинают. Какое же это перемирие? А как вы выживаете здесь? А куда деваться? Вот так и выживаем. Вот вставни, видите, как только вечер, закрываем окна, хотя бы, чтобы с этой стороны не летело. В погреб уже, конечно, не ходим, потому что надоело бегать. Ну, так и выживаем. Спасибо, помогают добрые люди, такие как вы. Ну, слава богу, что еще, да, хоть какие-то пособия платят. Раньше, когда война началась, вообще ж ничего не платили. Ну, так и выживаем. Спасибо огромное людям, граждане Швейцарии, которые помогали. Всем, кто участвует, низкий вам поклон за то, что вы не оставляете в беде вот таких вот маленьких, замечательных деток. Стесняется. Большое спасибо, конечно.